В данном видео я покажу и расскажу, как залить эпоксидной смолой акриловую заливку и установить циферблат под часы по застывшей эпоксидной смоле. Привет, друзья! Я продолжаю цикл видео, где я показываю и рассказываю, как залить эпоксидной смолой акриловую заливку. Акриловая заливка выполнена на борде из фанеры толщиной 6 мм. Диаметр данной работы 30 см. 6 мм – это оптимальная толщина борда при заливке акрилом, которая не выгибается. Перед заливкой я обезжирила свою работу, так как при заливке я использовала силикон. Это полипропиленовый спирт, он продаётся в хозяйственных магазинах. Я тщательно всё протёрла, потом по трафарету выставила на каждый час пайетки. Для данного борда я взяла 68 грамм смолы и 34 грамма отвердителя. Обязательно смолу нужно взвешать по объёму. Если вы хотите там что-то сделать, нельзя этого делать, так как смола имеет разный объёмный вес. Слив в один стаканчик два компонента, я тщательно их перемешиваю, как написано в инструкции, 5-7 минут. Ставлю, чтобы она отстоялась ещё 5-7 минут, так как в ней образуется при перемешивании и смешивании двух компонентов очень много пузырьков. Я заливаю эту смолу на борт и распределяю её лопаткой. Хотя и написано на моей смоле, что она ювелирная, но она густая, густая самовыравнивающая, и ей надо помогать, потому что она очень густая. Чтобы выгнать остатки пузырьков из смолы, я её прогреваю строительным феном. Фен держу не близко, чтобы не закипела смола. Быстро прохожу, даю остывать. Быстро прохожу, даю остывать. При прогреве смола разжиживается, но она потом и быстрее схватывается. Это тоже надо иметь в виду. Немаловажно в правильном распределении смолы, нужно, чтобы борт стоял строго по уровню. После того, как я всё залила, я начинаю тщательно проверять, нет ли у меня раковин на заливке или ещё чего-то. Ставлю уже борт, всё вроде залилось, и хорошо. Закрываю борт, и через 15-20 минут я его снова открываю и смотрю, нет ли никаких каких-нибудь изъянов в нашей эпоксидной заливке. Они могут образоваться через 15-20 минут. У меня в стаканчике ещё остаётся смола. Я тогда доливаю эту смолу, если есть какие-то изъяны, и точечно прогреваю. Затем закрываю борт, тогда уже на сутки. В данной работе я решила установить циферблат уже на готовое эпоксидное основание. Чтобы ровно его выставить, я малярным скотчем отметила верх и низ цифр. Это трудная работа, я возилась примерно часа 3 или 4, чтобы это сделать. Самое главное, что скотч не оставляет никаких следов на эпоксидке. Затем, когда я приклеила цифры горячим пистолетом, это было быстро, хорошо, удобно. Никаких трудностей здесь я не встретила. Очистила все цифры от защитной плёнки. Работа получилась яркая, красивая, без всяких изъянов. Мне очень она понравилась. Может быть и вам она понравится. Напишите мне в комментариях, было ли моё видео вам полезно. Огромное спасибо всем, кто досмотрел моё видео до конца. Желаю всем удачи, здоровья. Приходите на мои следующие видео. До скорых встреч. Извиняюсь за фоновый шум.